Добрый вечер. Вторая трансляция сегодня. Я давно хотела, очень давно хотела поговорить на эту тему. 1 Коринфянам 14 глава. Можно читать от начала до конца и понимать, какую Бог видит реально церковь на земле. Каждое отдельное собрание, как оно должно проходить и что должно звучать. Демократическая церковь. Та, где даётся слово любому человеку, несмотря на лица, несмотря на одежду. Духовный человек, это тот, который на протяжении недели жил правильно, искал Бога, освящался Словом и получил откровение. Таких человек может быть два. И они говорят об одном. Послушаем 1 Коринфянам 14 глава. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных. Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Пророчествовать можно по-разному. Не обязательно должно звучать слово какое-то. А вот Псалом может быть к человеку. Или какое-то местописание, которое говорит о назидании, решая проблему или всей церкви, или конкретного человека, прихожанина, который имеет нужду. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных. Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает Его. Он тайный говорит Духом. Но я уже размышляла о духовных дарах, о языках. И моё видение, что не обязательно всем иметь этот дар языков. А вот пророчествовать можно. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение. То есть не обязательно иметь дар иных языков. Многие конфессии не имеют. Но пророки там существуют. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы не говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Аминь. Вот ещё раз подтверждение моих слов. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровениями, или познаниями, или пророчествами, или учениями? И бестушные вещи, издающие звук свирели или гусли. Если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели или на гуслях? А если труба будет издавать неопределённый звук, кто встанет, готовится к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнает, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одно из них нет. Ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому говорящие на незнакомом языке молись о даре истолковании. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остаётся без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь умом. Вот в современных собраниях есть те, которые очень много, я бы была свидетелем, молятся на языках. Но лучше бы пребывать в слове и лучше получать откровение через живое слово. Как говорится, польская пословица. Что за нато, то он издрал. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоём благодарении. Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь на другое, не назидается. Вот мое служение сейчас, какое я уже слово записываю, кто меня слушает, я думаю, есть за что воздать славу Богу, за что благодарить. Как Бог сотворил прекрасную вселенную. За всё это можно благодарить. А если ты благодаришь, и другой понимает, за что ты благодаришь, то другое назидается, приобретает сознание. И находится мир с Богом. Приобретается истина. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, но по уму будьте совершеннолетней. Ну, эта тема, конечно, звучит, потому что сейчас в церкви, так Бог дал, я не знаю, такие загружения, примитивно анализируют Писание, посчитали возраст Адама. И решили, что Земле всего лишь шесть тысяч лет, потому что Адам был сотворён на шестой день створения. То есть то, что где-то в Евреям написано, что у Бога шесть один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, почему-то об этом не рассуждают. Вот. Ну, я уже говорила о первой звезде, старшей звезде, которой посчитали, что возраст её больше, чем всей вселенной. Бог о чем-то говорит, Бог показывает, как Ему сложно было творить. В общем, это начало, видно, было жизни, или как там объяснить это всё. Тоже не всё понятно. Бог всё не открывает, потому что Он скрывает тайну. В законе написано, иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь. И так языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. О чем я уже говорила. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Ну, вот сейчас как раз многие анализируют пророчество. Многие, кто ищет, анализирует, например, известного уже пророка Настардамуса. Настардамуса у него очень загадочное пророчество, Акатрана. Переводит его словам, размышляет, где правда. Ну, я же говорю, Бог спрятался. И так интересно искать, анализировать, смотреть. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь. Но когда все пророчествуют, войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми сунется. Таким образом, тайно сердце его обнаруживается. И он пойдет вниз, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Ну, понимаете, почему бояться пророков? Ну, возможно, есть и лже-пророки, понимаете. Но проблема в том, что если Бог открывает, то Бог открывает очень мудро. Он зачастую говорит через слово, потому что Писание его очень богато. Понимаете, если двум пророкам будет в церкви слово одно и то же, или какие-то параллельные, если Писание, то это сила. Почему боятся таких пророков? Почему в церкви происходят такие вот гонения, как я рассказала? Потому что боятся света. А свет, он проливает тайну. А если человек в священниках, живет в грехе, то, конечно, он не хочет этого обличения. Но время подходит к концу. И Бог очень много судит и будет судить. И священники, обращаясь к вам, вспомните сыновей Ильи, судьи Ильи, судьи, которые грешили очень сильно перед Богом. И там написано, 1 Самуила и 1 Царство, там написано, украинский перевод Самуила называется. То, там написано, что если вы грешите против человека, то еще есть возможность как-то кому-то вымолить вас. Но если вы грешите против Бога, то кто вам уже поможет? Кто за вас сможет совершить покаяние? Потому что написано, что не хватает крови Иисуса. Это раз. Во-вторых, не молитесь мне за них, я вас не услышу, говорит Бог. Священники иногда просто молите за меня, чтобы, Павел говорит, молитесь, чтобы мне было дано слово. Священники должны знать, что зачастую вам слово, и мне тоже дается слово благодаря тому, что кто-то за меня молится. Понимаете? Как все. Я благодарю Бога за всех, кто за меня молится. Вот. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, и все седы будет на издании. Понимаете? А в церкви приходит служение пастырь. Бог, все его должны послушать, в конце служения с корзинками пробегут, соберут подаянь или десятин, и разошлись. Извините, это не церковь. Это идолопоклонство. Поэтому на меня кричат мои родные. Говорят, кто над тобой пастырь? В смысле, кто тебя назидает? То есть не верят, что есть человек, которому Бог открывает лично. Не могут понять этого. Вот. А я покаялась дома. Я покаялась независимо ни в церкви, ни в собрании, а дома. Значит, Бог что-то тоже через это показывает, почему я такая. Я не пришла в собрание. Не там я произнесла молитву покаяния. А так Бог сотворил, что я совершила это у себя дома. Это моя церковь. Дом мой. Дом молитвы. Так Бог сотворил. Я Ему покоряюсь. Если не будете столкования, то молчи в церкви и говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а проще пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первой молчи. Вот это вот основные правила поведения церкви. Вот такая должна быть церковь. Современная. Это происходило в первоапостольской церкви. Это Павел уже попозже говорил. Получается, что были апостолы, организовывали церковь, а Павел был призван Богом попозже. Вы знаете, как он был призван. Он гонял первоапостольскую церковь. Павел причастен был даже к убийствам христиан. Он наблюдал за некоторыми, что он якобы сам убивал. Но мне кажется, что он только... Он был тогда еще молодой. Он только там одежду держал, когда убивали известного... Как я не знаю, Господи, что я сейчас говорю. Бывает. Дальше. Я не знаю, насколько тут правильный перевод. Я думаю, что жена может говорить церкви. Жена может пророчествовать. Речь идет о том, что она не должна делать замечание мужу. Она не должна его унижать, еще хуже оскорблять. То есть нельзя, слушая своего мужа, когда он там пророчествует или пасты, нельзя ему останавливать его, понимаете? Вот такое мне откровение. Жена имеет право у нас равноправие. У нас не должно быть так. У Бога нет ни мужского рода, ни женского. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господи. То есть я говорю о том, что пророчествовать будет достойная душа, достойный человек, который вел себя перед Богом чище всех в эту неделю, понимаете? Через неделю он придет и будет говорить Слово. Бог кому хочет, тому открывает. Это может быть и женщина. Почему? Женщина может быть более достойной. Она посвятила Богу больше времени на этой неделе. Почему нельзя унижать женщину? Вопрос в том, что нельзя оскорблять мужа, унижать у мужа достоинство. И мужчины должны понять, что давайте ревновать о дарах Божьих, чтобы не быть смешными перед ними, если вас жена обгоняет. Понимаете? Потому что это гордыня получается. Я даже знаю, что даже завидует юноша девушкам более духовным. Из-за этого даже распадаются планы на свадьбу. Тоже такое было. Не буду подробно дальше. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. И не запрещайте. Говорите языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Вот такое потрясающее откровение, о котором я хотела много говорить. О церкви вообще, в принципе, какая она должна быть. Потому что Бог нас учит. Будьте благословены. О имени. Будьте. О! О! Продолжение следует...